Для многих мужчин приближающийся праздник 8 марта это серьезный стресс. Поэтому зачастую они прибегают к помощи специалиста. Итак, в кабинете психолога. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Можно к вам? Пожалуйста, проходите. У меня проблема. Я не знаю, как вам это сказать. У меня очень редкая болезнь. Какая? 8 марта астрофобия. 8 марта астрофобия? Да. То есть вы боитесь 8 марта? Не говорите при мне это слово, пожалуйста. 8 марта? Я прошу вас, не говорите. Хорошо. То есть вы боитесь этот день? Панически. Интересно, у меня такое впервые. У вас тоже такое? Нет, у меня все в порядке. Жалко. Итак, что пугает вас в этот день? Все. Затраты. Нет, затраты, это еще цветочки. Ну не скажите, цветочки еще те затраты. Да. Вы правы. Но больше всего меня пугает неопределенность. В чем? В чем? Во всем. Так. Кому что подарить? Как выбрать подарок? Как угадать с подарком, чтобы тебя потом этим подарком не угадали? Ну, вы успокойтесь. Все хорошо. Успокойтесь. Не, я не могу успокоиться. Извините меня, не могу. Вы меня не понимаете. Так, я вас прошу, успокойся. Только спокойся. Я вас прекрасно понимаю. У меня та же ситуация. В семье три женщины. Мама, жена, дочка. Точно такие же расходы. Надо проще к этому относиться. Проще говорите? Да. Давайте попробуем. Давайте. У меня все просто. Мама, жена, дочка, младшая, дочка, средняя, дочка, старшая, старший, средний, четвертая, еще одна, да, четвертая, четвертая, и еще одна. Какая? От первого брака. Так, подождите, с дочкой мы закончили? С моими, да. В смысле? Племянница. Сколько? Четыре. От первого брака? От первого брата. Дальше. Пятая. Так, это от второго брата. От сестры. Боже мой, у вас еще и сестра. Младшая. Значит, есть еще и старшая. Ага, а между ними средняя. То есть у вас три сестры. По маме, да. А теперь по папе. Подождите, по папе. Давайте разберемся с племянницами. Пожалуйста. Племянница сестры. Так, по папе. Нет. По маме. По пьяне. Вашей. Брата. Значит, у брата сестра. Сводная. А у вас? Жена. Сводная. Вредная. Подождите, я запутался. А представляете, каково мне? Так, хорошо. У вас есть водичка? А, нет, вы знаете только спирт. А, спасибо. А еще лучше. С племянницами мы разобрались? Да, разобрались. Что еще? Крестницы. Сколько? Три с половиной. Года. Крестниц. Почему с половиной? Одна пока в проекте. Но она же еще не родилась. Еще не родилась, а подарок уже требуют. Так, хорошо. Даже не знаю, чем вам помочь. Но это все? Фигушки, теща. Так. Ей два подарка покупать надо. Почему? Угадайте, в какой день она родилась. Сочувствую. Еще кто-то? Собака. Кобель. Сука. Это вы про собаку? Ну, не про тещу же. Потом дальше. Тетя Зина. Тетя Люда. Тетя Света. Тетя Сережа. Как это? Не спрашивайте меня об этом. Слушайте, ну не переживайте так. Я уверен, что у вас еще есть надежда. Елки-палки. Что? Надежда еще есть, кума моя. Зачем вы напомнили мне о ней? Извините, ну я не специально. Ну давайте что-то придумаем. Слушайте, а давайте сделаем так. Вы просто скажете, что не успели всех объехать поздравить. Не могу. Почему? Мы все живем в одном доме. Что ж, все так плохо. Неужели нет ничего хорошего? Есть. Что? Мне цветы по оптовым ценам продают. О! Я когда узнал, что хотят отменить 8 марта, впервые в жизни депутатам в церкви свечку поставил. Так, ну, я так понимаю, это все. Из родственников – да. Дальше. Дружка. Свояченица. Заловка. Стоп. Заловка – это сестра мужа. У вас же нет мужа. Мужа нет, а заловка есть. Хорошо, дальше. Соседка по лестничной площадке. Так. Соседка сверху. Соседка снизу. Три соседки. Одна. Вы же говорите, соседка сверху, соседка снизу. Это вас не касается. Потом консьержка. Так. Ну, шоколадка. Подождите, вторая консьержка. Консьержка тетя Валя. Да сколько их у вас там? Четыре. Но они же не сразу все вместе сидят. В этот день все. Да вы успокойтесь, успокойтесь. Давайте поговорим на какие-то отвлеченные темы. Вот, например, где вы работаете? Что такое? Что, что? В школе. В школе. Извините, я не хотел вас задеть за больное. Математичка, биологичка, историчка, географичка, медсестричка, природоведичка и самое дорогое, директрисеса. Да, тяжело вам там с физруком. С физрукшей. Подождите, ну еще трудовик остался. Это я. Помогите мне, пожалуйста. Ты даже не знаю, чем вам помочь, честно. Скажите, где у вас можно тут кровь сдать? Вы знаете, я психолог, я могу посоветовать. Посоветуйте, где я могу почку продать. Подождите, какую почку? Хорошую, здоровую. Успокойтесь, я понимаю, у вас две почки. Нет, уже одна. Так, давайте подумаем, чем можно помочь вам. Пожалуйста, помогите мне. Подождите. Скажите, а вам уже аппендицит вырезали? Нет. Прекрасно. Значит, у нас тут рядом операционное отделение. Приходите к нам с 7-го числа. Мы вам вот и до 12-го пролежите у нас. Я договорюсь, чтобы 8-го у вас никто не навещал. Доктор, спасибо вам огромное. О чем вы говорите? Как мне вас отблагодарить? Меня не надо. Значит, там в отделении 5 сестричек. Две нянечки. Спокойно. И анестезиолог тетя Люба. И все? И все. Скажите, что эти все подарки от меня. Хорошо. Хорошо. Доктор, спасибо вам огромное. Спасибо, доктор. Это вам спасибо. Вам спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. ui. Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok